Итак, возникли ли у вас какие-нибудь вопросы, пока был прерыв? Может ли быть рациональное обоснование заведения детей как элемента некого собственности, по аналогии с примером с собакой? Вы заводите собаку с целью, чтобы она вас охраняла. Вы заводите служанку с целью, чтобы она выполняла ваши приказы или служащего. Вы заводите экономку и так далее, и так далее, и так далее. Какова цель заведения ребёнка? Космическая справедливость. Если только. Но опять же, смотрите, в чём проблема. Космическая справедливость, она для кого из двух родителей-то? Не знаю. Да. А кто заводит ребёнка? Вот не тот, кто получает от космической справедливости. Я скажу очевидную вещь, и я думаю, что вы меня поймёте в ней. Очевидно, что большинство мужчин заводят детей не по рациональному решению. И даже не по решению вообще. Чаще всего. И это большая проблема. Потому что если мужчины заводят детей не по рациональному решению, а случайно, то какая может быть благодарность от ребёнка, если его рождение является случайным? То есть, если рождение ребёнка не является рациональным решением, то ребёнок не должен испытывать благодарности. Никакого добра ему намеренно не было сделано. Потому что по тому же принципу вы бы могли или должны были бы искать хозяина того кошелька, которого вы нашли и деньги, с которого вы уже потратили. В смысле, чтобы найти и сказать ему спасибо. Так не бывает. Поэтому решение должно быть рациональным. Но проблема как раз заключается в том, что если это рациональное решение, то это рациональное решение только для одного из двух родителей. При том, что рожает ребёнка, это, конечно, отец. То есть, решение это за ним, но его основания отсутствуют. Ещё какие-нибудь вопросы? Ну, если говорить о случайности рождения детей, в основном именно отцы открещиваются сразу. Нет, 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 нет. Под случайностью имеется в виду банальная, например, незапланированность. Я не знаю, как вы, но моё поколение – это целиком незапланированное поколение. Поэтому, если мы их должны применять в такую же логику, то моё поколение – это целиком поколение, которое не должно быть благодарным родителям. И это большая проблема. Более того, даже запланированность не всегда является результатом рационального решения. Решение может быть и рациональным. Ну, да, у Сократа мужчины, как ты сказал, не воспитывали этот почёт, потому что они не нравственные моральные, они экономисты, и вот это вот всё, да? Да, да. То есть, чтобы воспитать кого-то, вы должны передать ему это знание. И чем лучше будет знающий, тем лучше будет знание. Соответственно, чтобы воспитать ребёнка в вопросах добродетели, вы должны не сами его воспитывать, а найти добродетельного человека, найти учитель. Правда? То есть, вы считаете, что человек, который зарабатывает деньги, хорошо зарабатывает деньги, а это цель отца, что тогда, что сейчас, это человек высокой нравственности, который способен обучить ребёнка высокой нравственности? Я бы сейчас вообще не сравнивала с этим статистическим временем. А по-моему, разницы никакой нет. Смотрите, Сократ говорит о знании нам, и говорит условно, очень условно, что знание равно добродетель. В смысле, знание о добродетеле равно добродетель. Вопрос, кто обладает знанием о добродетеле? Торговец снизу? Какой-нибудь бизнесмен? Какой-нибудь врач? Или философ? Хоть каким-то более серьёзным знанием. Если всё-таки вы не считаете, что человек, который 24 часа на 7 зарабатывает деньги, не обладает знанием о добродетеле, а он и не должен, у него другие цели, то, наверное, воспитание надо передать тому, кто лучше знает. Если нет, то мы оказываемся в той же ситуации, что и 2,5 тысячи лет назад. То есть только всё не едет, что так, как вы хотели бы, то есть как одни какого-то израбатывать, вторая только 2, третья только книжки читать, а четвертая только... Ну, мы же считали, если успешен в разных делах, то не успешен вообще. Да, банальная идея царского искусства заключается в том, что вы не можете быть одинаково успешны в двух вещах. Или если вы можете быть одинаково успешны в двух вещах, вы плохо успешны в них. В том смысле, что если вы хотите быть хорошо, успешны, вы должны заниматься только одним. А значит, банальное разделение труда, оно что тогда, что сейчас существует? Знать о добродетели могут только философы. Что это за знание и в чём оно заключается? Это отдельный вопрос. Философия заключается в изучении разных концептов философов или в чём-то другом. Если мы говорим о ксенофонте, она заключается в том, чтобы задавать философские вопросы и отвечать на них. Философские вопросы не задаются большинством людей никогда в жизни. Мы это обсуждаем, по-моему, на протяжении... ...отцы. Человек, который, по идее, должен знать, что такое добродетель, это сам Сократ. Иными словами, Сократ это единственный человек, которому не надо отдавать своего сына другим учителям. Учит ли своего сына Сократ? Нет. Потому что к обучению добродетели прибавляется что-то другое, о чём мы узнаем только в четвёртой книге, а именно в способности. Даже если вы отдадите своего неспособного сына к лучшему учителю добродетели, или если сами станете учителем добродетели, он не станет добродетелем. Ламтрокл не обладает способностями, поэтому Сократ не учит его, хотя, по идее, именно Сократ является лучшим учителем. Более того, мы возвращаемся обратно к вашему замечанию. Тот факт, что вас учит не ваш отец, а вас учит университет, показывает, что даже ваш отец понимает, каким бы хорошим профессионалом он ни был, что даже в его деле есть люди, которые знают лучше, чем он. И значит, не он должен учить вас, а люди, которые знают. Мы построили своё общество на сократовской идее о том, что знание – это сила. А зачем он тогда отдавал вас в университет? Ну, обычно, конечно, есть ситуации, но, как правило, это родители отдают вас в школу, родители отдают вас в университет. Хорошее замечание. Но это плохое замечание, потому что тогда считается, что ваши родители считают, что вы предназначены для зарабатывания денег, а не для родителей. Ну, хорошо. Да, вот сейчас я вижу. Да, пожалуйста. У меня есть другой вопрос относительно того, что ребёнок не запланировал. Я хочу, во-первых, уточнить. Есть ли какие-то рамки этого планирования? То есть, условно говоря, через три года должен быть. Или он планируется вообще? То есть он в принципе должен быть? Нет, нет, нет. Потому что если мы говорим о том, что он в принципе должен быть, то это как бы долг гражданина, его родители. Нет, конечно, конечно, мы говорим... Это же везде не любой ребёнок запланировать. Значит, смотрите, долг гражданина – это, конечно, правильно, это, конечно, хорошо. Но об этом не шла речь в случае с вам проклом. Потому что если это долг гражданина – иметь сына, то кому должен быть благодарен этот сын? Государь, естественно. А речь-то шла о благодарности родителям. Но мы это с вами помним, что благодарность родителям связана с благодарностью полису, с уважением полису. Поэтому если нет уважения к родителям, нет и уважения к полису. Поэтому, естественно, вся ответственность за рождение ребёнка должна целиком и полностью висеть на родителях. Потому что неуважение к родителям – Это первый шаг к неуважению к предкам, а значит к неуважению к городу. Просто к чему было это первое вопрос? По второму на самом деле вопросу. Откуда берется это знание о том, что гражданин что-то кому сложит? От учителей. Учителя добродетели должны научить его, что он должен, живя в полисе, подчиняться правилам. Я бы так не сказал, потому что учителя добродетели это крайне редкое явление. Это философы. Они появились только недавно. Из традиции. Откуда вы знаете, что вы должны... От предков в широком смысле этого слова, конечно. Ровно то, чему они были научены, да. В этом смысле, смотрите, я верну вас к апологии, где Сократ спорит с обвинителем. Спор примерно такой. Помните, все люди делают юношей лучше, а я их только один порчу. И ответ, все делают юношей лучше, потому что юноши лучше делают законы. А законы это то, в чем в исполнении чего заинтересованы все. Поэтому все следят, чтобы юноши исполняли законы. Но законы это законы города, в смысле законы предков. Отдельный человек знает, что нужно подчиняться законам, но он никогда не знает, что такое добродетель, и откуда она берется, и в чем следует следовать добродетели, а в чем не следует следовать добродетели. Разница между знанием и мнением. Родители обладают неким мнением, некими ценностями, но это не их ценности, в смысле это не знание. И они передают их своим детям, естественно. А вот когда мы обсуждали Перикл, мы говорили, что вот он плохой человек, он недобродетельный человек, потому что его дети дегенераты. Дети Сократа еще хуже. Да, естественно, это лучшее замечание. Разница между детьми Перикла и детьми Сократа заключается в том, что дети Перикла пошли в политику, дети Сократа не пошли в философию. Перикл должен был, если знание существует, и его можно передать, если политическое знание существует, а вы помните, что там, где Сократ ругает Перикл, это протогор. Если политическое знание существует, его можно передать. Перикл – это успешный политик. Если он не передал своим детям политического знания, то есть если он не сделал их успешными политиками, то первый ответ – он этим знанием и не обладал. В смысле он был неудачным политиком, плохим политиком. Смотрите, на какой предпосылке это работает, если политическое знание существует. Второй ответ, он не передал политического знания своим детям, потому что политического знания не существует. И это ровно та аргументация, которую выдвигает Сократ против протогоров протогорой. Почему не может быть те же самые рамки применить к философскому знанию? Почему Сократ не передал философское знание своим детям? Ксенофон нам пытается объяснить, что помимо знания, решающим моментом и одним из решающих моментов являются способности. Может, способности у детей переглядыва? Может, поэтому он передал их не эти способности? О, вот, вот, вот. В чем разница между политикой и философией в этом вопросе? Философия утверждает, что философией могут заниматься только некоторые. Политика утверждает, что в демократии политикой занимаются все. Если политикой занимаются все, значит ограничения по способностям быть не может. Ограничения могут быть только в знании. Потому что если ограничения по способностям существуют, значит политикой могут заниматься не все, и тогда это не демократия. Тогда это олигархия, аристократия, те-таки. Хорошо, у вас был вопрос. Да, мне просто стало интересно по поводу запланированности и не запланированности детей. Я вижу, вы вошли коллективно в тот возраст, когда уже надо задумываться. Допустим, что некий грех в полисе, у него есть супруга, но детей нет. Он работает, получает деньги. И теперь возникает один вопрос. Кому после его смерти эти деньги достанутся? Хороший вопрос. Если вы имеете в виду Спарту, к примеру, то ей они достанутся. И это тотальная проблема Спарты, которая уничтожила Спарту. Если вы имеете в виду Афины, я, конечно, не историк, но, насколько я помню, они достанутся его ближайшим родственникам. Ей они не достанутся. Она не наследует. Хорошо, но просто может ли быть определенное желание взять и... Помните, да, давайте. ...помнить детей в связи с тем, чтобы иметь свободу распоряжаться своими ресурсами. То есть, в таком случае, мои деньги достанутся не кому-то там, на автомате, а кому-то поближе. А какая разница? Они все равно достанутся, когда вы умрете, да. Не знаю, ощущение свободы... Какая свобода? Вы мертвы. Нет, 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 нет. Какая свобода? Если человек кровно заинтересован в том, чтобы получить все, что... Да, да, да. И более того, он ведь может это сделать. Помните, закон о безумии предполагает, что если ваш сын докажет, что вы сумасшедший, он получит наследство при вашей жизни. Что не есть хорошо, да. Еще какие-нибудь вопросы? Хорошо. Мы закончили главы, касающиеся разговоров с родственниками, о родственных связях, и переходим к главам, которые касаются разговоров с друзьями. Главы 4 и 6, в них пойдет речь о друзьях вообще, и это будут такие общие беседы. А в главах 7 и 10 речь пойдет о разговорах Сократа с друзьями Сократа. С друзьями, конечно, вы понимаете, какого рода. Разговоры о друзьях. Не читайте названия глав, их не существует. Слышал я однажды разговор Сократа, а также о друзьях. Да, значит, я напоминаю вам, что вот эта формула, это формула максимальной сомнительности. Когда ксенофонт ручается за то, что он слышал, мы подозреваем, что он как раз-таки именно этого никогда и не слышал. Потому что мы читали экономику, которая начинается именно с этой фразы, в которой Сократ говорит то, что ксенофонт физически не мог слышать никогда. Хорошо. По-хорошему, и я постараюсь к следующему разу это, или, по крайней мере, к финалу это сделать. И, наверное, попрошу вас попытаться вместе со мной. Мы должны стилистически разделить или попробовать разделить все главы ксенофонта. В зависимости от того, являются ли эти главы диалогом, монологом, являются ли эти главы пересказом того, что говорил Сократ, или прямой речью Сократа, или являются ли эти главы теми, за аутентичность которых ксенофонт ручается, и теми, за которых он не ручается. И, таким образом, когда мы все это сделаем, мы получим простую и понятную иерархию глав. Так как все они разные, все они имеют разное значение, и стилистически ксенофонт придает им разное значение, по-разному их оформляя. Попробуйте сделать это, и я попробую вместе с вами, а потом мы посмотрим, получится ли мы строить какую-то иерархию из того, как ксенофонт оформляет свои главы. Которого, казалось мне, можно извлечь очень много пользы при выборе друзей. И обхождение с ними. Ну, я напоминаю вам, ключевое слово это польза. От многих говорил он, он слыхал, что из всего того, что приобретает человек, самый лучший, добрый и надежный друг. Сократ не говорит, что самое лучшее это добрый и надежный друг. Сократ говорит, что это говорят многие, или большинство. Итак, большинство считает, что самое лучшее, что можно приобрести, самое лучшее приобретение, самая лучшая собственность, это, конечно, друг. Вы помните знаменитую формулу «Друзья, это деньги», которую Сократ высказывает в Апологии, и которую здесь же в 11 главе третьей книги, если мне не изменяет память, высказывает Феодота. Помните, кто такая Феодота, да? Как он видит, большинство людей обо всем заботится больше, чем о приобретении друзей. Итак, большинство говорит, что нет приобретения лучше, чем друг, и большинство же не заботится о приобретении друзей. Что перед нами, как не классическое расхождение между словом и делом. Большинство говорит, что надо уступать место старушкам в метро, но большинство не уступает место старушкам в метро. В чем проблема? Мы говорим, что существуют ценности, без которых Полис не может жить. И Полис продуцирует, город продуцирует эти ценности на коллектив. Однако, замечаем мы, и замечает Сократ, существуют ценности, которые Полис проецирует на коллектив, но без которых Полис может существовать. То есть, город не может существовать без подчинения законам, уважения родителям и так далее, и так далее. Но город может существовать без величайшего или наилучшего отношения к друзьям, при этом заявляя, что друзья есть самые лучшие. Подумайте, какие ценности коллектив проецирует на вас, которые необязательны к соблюдению. И задайтесь вместе со мной вопросом сейчас, пока вы думаете, почему существуют такие ценности. Мы считали до этого, что город строго утилитарен, он озабочен собственным выживанием, коллектив думает только о себе самом. И в этом смысле коллектив целиком и полностью делает все, чтобы сохранить только самого себя. Зачем он делает что-то сверху? Зачем лишние движения? Да, зачем насаждать ценности, которые напрямую, не исполняясь, не служат выживанию коллектива, в смысле не являются угрозой для него. Коллектив насаживает вам ценности, невыполнение которых ведет к гибели коллектива. И одновременно он насаживает вам ценности, невыполнение которых не ведет к гибели коллектива. Зачем второй тип ценностей? У животных вообще нет ценностей, странно ответственность. Нет, у коллектива цель выжить. Зачем он делает лишнюю работу, если преследует строго понятную цель? Что вы скажете, видимо, со своими утилитарными... То есть коллектив настолько разумен, что он, значит... Ну а почему бы нет, вот сами подумайте, существует ценность уважения к пожилым людям. Но с точки зрения утилитарной, прагматической, ведь неплохо бы наоборот толиков мочить... Нет, 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 нет. Уважение к старшим людям абсолютно понятно. Уважение к старшим – это уважение к предкам. А уважение к предкам – это, в конце концов, уважение к городу. Ни в коем случае. Ну, первый ряд ценностей, он, значит, с точки зрения рациональности, с точки зрения выживания, он не ясен. То есть эти ценности нужны, чтобы коллектив существовал. Но второй ряд ценностей, я думаю, что это для избранных, которые благодаря этим ценностям, так сказать, выступают из коллектива, как индивидуумы. Заметьте, что то, о чем говорит Сократ, это то, не что думает Сократ, а что думает большинство. То есть это ценности все еще большинства. Это не сократовские ценности, это не философские ценности. Мы-то как раз скорее подразумеваем, что Сократ так не думает. Именно поэтому ксенофон договаривается. Я слышал, как он говорит, что он слышал, что большинство думает. Еще версии есть какие-нибудь? Ценности не обязательные к исполнению, это у вас все дела моральные ценности? Нет, все ценности моральные ценности. Поэтому обязательные к исполнению ценности тоже моральные. Хорошо. А как раз уже по лучшей безопасности, которая... Так она не соблюдается. Все говорят, что надо заботиться о своем друге, потому что друг это... Но никто не заботится. Можно вопрос? Вот эти ценности, которые, типа, как уступать, их можно не делать, но если их не делать, то будет полицами со стороны общества. Так его особо нет. Все этого не делают. Не обязательно взять конкретный случай про то, что уступает. Но есть множество людей, которым будет полицами... Да, но мы об этом ведь и... Этим не делать, как все. Нет, смотрите, мы ведь об этом и говорим. В смысле, есть ценности, которые обязательны к исполнению. А зачем-то еще существуют ценности, которые не обязательны к исполнению. То есть, если ты хочешь разобраться получше, то ты... То есть, большинство лучше разбирается. Нет, в том-то и проблема, что если бы речь шла о том, что есть ценности более высшего порядка, это бы не были ценности большинства. Это ценности большинства. Я считаю, что это как бы... Нет, смотрите, Сократ ведь как раз мы... На что я намекаю? Ксенофон нам говорит, как Сократ говорит, что большинство считает, что друзья – это величайшее благо. Что считает Сократ? Что другое. Вот именно. Поэтому это явно ценности, не меньшинства. Возможно, возникновение таких вот ценностей, связанных с тем, что это просто издержки. То есть, они не запланированы. Они ни на что особо не влияют на общество, когда начинается создать... Определенные ценности, способствующие его выживанию, а возможно, даже и благополучию. Вот. Оно как бы... Ну... Производит... Идет эволюционным путем, и возникают такие... Смотрите, значит, против вашего аргумента. Ни одна ценность не является рациональной. Философия как раз-таки выступает против города, потому что она выступает на стороне рационализма. Все эти ценности, унаследованные от предков, это ценности, унаследованные случайно, и созданные случайно. Вот. Поэтому тут нет рационального решения. Давайте попробуем еще. У нас идет вопрос, значит, о ценности второго варианта. Нет. Вопрос. Как... Как... Существуют... Да. Почему существуют ценности? Ну, потому что они нужны, например, если мы возьмем, да, стариков. Ну, кто их придумал? Ну, мы можем ли предположить, что это придумали как-то такие старики, которые... Мы не можем предположить, что это придумали старики, потому что если они это придумали, это был результат рационального решения. А можно... Да. Старики-философы придумали это. Рациональное решение, потому что, ну, естественно, либо мочить, как Женет Кагалку, либо вы его будут уважать. Что ему выгоднее? Конечно, уважаем. Если вы попробуете сыграть в эту игру до конца и попробуете увидеть, в чем состоит генеалогия уважения к старшим, вы увидите, что она сформировалась абсолютно неразумно. Уважение к старшим формируется из уважения тем, кто выжил в племени. То есть, чем старше человек, тем он больше пережил, тем больше у него опыта, тем больше у него знаний. Он знает, что можно и что нельзя, как охотится, как не охотится. То есть, он становится носителем величайшего знания на свете. И за это он получает величайшее уважение. То есть, если в нашем племени первобытном большинство умирает 25 лет, а у нас есть старик, который дожил до 35, то это прямо огромный источник знаний. И этот огромный источник знаний, естественно, вызывает уважение. Это сейчас не случилось. Человек, который должен до 40, знает то же самое, что я. В современном обществе, конечно, но мы говорим о генеалогии. Сейчас-то понятно, что дожить до 80 надо просто не забывать дышать. Вдох, выдох периодически. И все. Значит, система ценностей, она так или иначе занимается управлением масс. Это, ну, объективно. Но, допустим, чтобы система ценностей управляла, надо созреть. То есть, осознать и впитать. Но одна система ценностей, до одной системы ценностей, одна группа масс может и не созреть. Вы снова выдвигаетесь к элитизму. Но Сократ ведь нам говорит, что большинство приняло эту ценность, но она не выполняется. Ну, давайте. Ну, получается, какая логика? Если, значит, сообществу не выгодно, а не обязательно исполнение вот этих вот принципов, но ему, получается, почему-то выгодно, когда об этих принципах просто говорят. В смысле, когда их принимают, да, да. То есть, нет никакого ущерба от их неисполнений, но есть какая-то выгода от того, что они общеприняты. То есть, нужно, значит, о них просто говорят. Нет, смотрите, вы находите на правильной мысли. А какая выгода-то? Вот это понять. Вот, да. И на том, что просто говорят. Все, хорошо, да. Мы не исполняем выгоды. Нет, вот давайте сначала вы, а потом... Когда вы все-таки исполняете... Я чувствую... Нет, большинство не исполняет, это проблема. Но меньшинство-то исполняет... Это не имеет большого значения для выживания коллектива. Если меньшинство что-то делает, а большинство не делает ничего, коллектив умрет. Да. Вы, посмотрите, в общем, в армии мне рассказывали, что если я... Вы были в армии? Мне рассказывали, что в армии... А, вот так. То есть, вы как сократ, да? Хорошо. Слушал, я разговор. Я слышал, как большинство вернувшихся из Азии. Ксенофон, подожник сократа. Да, давайте. Скажите, что, в общем, если 10 человек один не поймет без мата, то будет ма. Караван движется с той скоростью, с которой движется самый медленный верблюд. Да. Но, как бы, тем не менее, все принимают, я думаю, даже тот, кто понимает только мат, что, в принципе, русский язык он плохо знает, о нем там нужна книжка, часть, и так далее, и так далее. Но это не может быть обязательным условием. То есть, никто не будет доставлять этого человека, который пока не понимает обычными словами, что ему делать. То есть, понимаете, это какое-то такое, оно не может быть обязательное, но это всем принятые вещи. Нет, я не совсем понимаю, о чем я. Если-то за то, как бы нельзя, они могут быть, как бы, обязательные для всех. Скорее всего, все их примут как нормальные, но ничего страшного, если кто-то не получает свою эту норму. Смотрите, речь не про мат, речь про то, что, когда на вас ругается матом, вы не делаете того, чего от вас требуют. А если у нас ласково? Нет, 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 смотрите, вам приказывают, какая разница, приказывают ли вам с матом или без мата, вы должны выполнить. А получается так, что если вам приказывают с матом, вы не выполняете. И все довольны происходящим. Наоборот, если с матом, то все... Нет, а без мата не должны выполнять все? Должны, но они все выполняют. А речь-то как раз идет о том, что тут никто не выполняет, и всем норм. Вот в чем серьезная проблема. Никто не выполняет, всем норм. Следовательные эти ценности не важны. Да, но зачем они тогда? Зачем они были придуманы? Они не были придуманы. Они просто получились стихийно, эволюционно. Хорошо, почему... Мыкович пытался что-то найти, что-то отыскать. В результате... Хорошо, а почему они не отмерли эволюционно? Время, что ли, не пришло? Ну, всем это дело не соблюдаются и живут. Ну, хорошо, давайте... Значит, мы уделяем этому слишком много времени. Да. Смотрите, они не были придуманы. А откуда они? Смотрите, они не были придуманы, в смысле, это не было чьё-то рациональное решение создать их. Они сформировались каким-то... Да, 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 да. Это традиционный способ. То есть философия как раз и выступает против них. Потому что она сугубо рациональна. И когда она пытается проверить на рациональность существующие ценности, все они оказываются безосновательными. То же уважение к старикам имело основание 10 тысяч лет назад, но не имеет основания никакого сейчас. Поэтому, когда старушка закатывается с котомкой в метро, вы не только не вставайте, вы должны смотреть ей в глаза и объяснять, почему вы никогда не встанете перед ней. Давайте дальше. То есть специально ехать до её станции, чтобы не дай бог... Дальше! Надо убедиться, чтобы... Да, да, конечно. И заходя в метро, вы должны вместе с ней, видя пустое место, скорее бежать, чем она. Или толкнуть её. Нет, нет. Давайте продолжим. Да. Да, да. Мы говорим с вами, конечно. Коллектив делает тех... Нет, смотрите. Коллектив делает тех, кто не следует ценностям коллектива, либо преступником, либо изгоем. Мы это уже обсуждали. Но есть такие ценности, не следуя которым, вы не становитесь ни тем, ни другим. Вопрос, зачем эти ценности насаждаются коллективом, если они не ведут к выживанию коллектива? Но мы закончили на этом, потому что иначе у нас не будет никакого времени. Спросьте меня впервые. Давайте дальше. Дома, земли, рабов, скот, домашние вещи люди усердно приобретают и стараются сохранить то, что есть. Что же касается друзей этого величайшего сокровища. По их словам, большинство не заботится ни о приобретении их, ни о сохранении тех, какие есть. Мало того, во время болезни друзей и слуг некоторые к слугам приглашают врачей и вообще стараются достать все, что нужно для их здоровья. А на друзей обращают мало внимания. Когда умирают те и другие, раба жалеют и смерть и считают ущербом для себя. А в смерти друзей не видит никакого убытка. Почему? Почему? Польза. От друзей? Есть польза. Для этого друзья и заводятся. Почему жалеют о смерти рабов и заботятся о болеющих рабах, но не заботятся о болеющих друзьях? Ну это же собственность. Вот. Потому что рабы это в прямом смысле собственность, а друзья это не в прямом смысле собственность. Как только друзья станут в прямом смысле собственностью, так сразу эта проблема разрешится. Но почему друзья не могут стать в прямом смысле собственностью? Тогда будет как от друзей, а не станут рабами. Нет, будет, только от рабов огромное преимущество. Ну да. А как от друзей уже и будет. Потому что они станут. Ах, хорошее замечание. Нет, нет, я жду немножко другого. Может быть? Нет, нет, это понятно, да. Вдруг по тэнкингу в том плане, что он может стать врагом. Раб может убежать. Нет, давайте, давайте еще. Почему друзья не могут стать собственностью в прямом смысле этого слова? Потому что друзья также должны своим родителям. Если они станут рабами, то... Рабы тоже должны своим родителям. Нет. А как вы себе это представляете? Свободный человек? То есть он что, согласится быть своим рабом? Нет, не рабом, собственностью. Да. Они нормально равны хотя бы. Немного. И что это значит? Нет, мы про рабов сейчас не говорим. Прекратите, прекратите сказать. Может быть это взаимоотношение равных? Возможно. И в таком случае, если я своего друга делаю своим рабом... Собственностью давайте. Собственностью давайте. Собственностью. Получается в таком случае, что дружба просто заканчивается. И он мне уже не друг. Это ваш аргумент, который я слышал с самого начала. Я вижу другую проблему. А вы видите собственность? Конечно. Можно вопрос? В апологе Сократа он говорит о том, что если вы назначите мне штраф, то за меня заплатят друзья. Да, да. Друзья это собственность. Да. А за это не собственность? Да. Для Сократа в апологе друзья это деньги. Как для Феодоты в одиннадцатой главе этой книги. Самая яркая проблема, которую я вижу. У собственности должен быть собственник. И в этом смысле у собственности всегда один собственник. Друзья не могут владеть друг другом. В смысле они не могут быть одновременно и собственником, и собственностью собственника. Вопрос. А рабы? У них же есть хозяин и в этом есть родители? Нет. А у рабов все просто. Так их родители тоже рабы. Как правило. Все нормально с этим. Вот почему о рабах заботятся, а о друзьях нет. Друга нельзя сделать собственностью в полном смысле этого слова. То есть нельзя нести за друга ответственность, как несется ответственность за собственность. Именно поэтому за собственностью люди ухаживают и ухаживают страшно активно, а за друзьями нет. Почему Сократ намекает? Несмотря на то, что большинство говорит о том, что нет ничего важнее друзей, большинство делает, показывая нам, что нет ничего важнее чего? Собственности. И так как друзья не могут стать собственностью в полном смысле этого слова, они не могут быть такими важными, как любая другая форма собственности. Угу. Ни одно из вещей своих не оставляют без ухода и без присмотра. А друзей, нуждающихся в заботе, оставляют без внимания. Кроме того, большинство людей знает своим вещам счет. Хоть бы их было у них очень много, а друзей, хотя их мало, не только числа не знают, но даже начавши пересчитывать их кому-нибудь, кто спросит, сперва назовут некоторых числе друзей, а потом исключат. Так мало думают о друзьях. Да, так мало думают о друзьях. В связи с этим, естественно, что значит исключат? Это значит, что люди, называя кого-то друзьями, на самом деле не отдают себе отчет в том, что они имеют в виду под определением друг. В связи с чем непонятно, кто из ваших знакомых друг, а кто не друг. Я напоминаю, что это собственно филос, от греческого филия. Поэтому это серьезный момент. А между тем, с какой вещью не сравни хорошего друга, он окажется гораздо ценнее всякой. Какая лошадь, какая пара валов так полезна, как добрый друг. Какой раб так предан и привязан, какая вещь так пригодна на все. Обо всем этом говорится в контексте пользы. Друг – это польза, как и собственность. Вопрос, кто приносит больше пользы – собственность или друг? Исократ, кажется, пытается нам сказать, что хороший друг приносит гораздо больше пользы, чем любая форма собственности. Но вот в чем проблема. Когда он говорит «хороший друг», сколько друзей он имеет в виду? Он говорит единственное, что, конечно, друг – это друзья. Да, хороший друг один. И это большая проблема. Потому что собственности может быть много. А хороший друг, по-видимому, может быть только один. Если друг – это собственность, то исчисление собственности и ценность собственности зависит в первую очередь от ее количества. И только во вторую – от ее качества. Но хороший друг может быть только один. Мы пока видим, что он все время говорит «хороший друг» в единственном числе. Он не говорит «хорошие друзья». Но потом мы должны будем заметить, почему «хороший друг» может быть только один. Мы предполагаем, что «хороший друг» может быть только один по одной простой причине. В чем заключается интеракция с другом? Что делает друг и что вы делаете в ответ? Благодарю. И мы делаем, естественно. Хороший друг – это друг, который делает какую пользу? Без ответа. Ну-ну-ну. Наибольшую. Следовательно, в ответ вы должны делать какую пользу приносить ему. Наибольшую. Как у вас может быть два друга, чтобы приносить наибольшую пользу? А как мы понимаем под наибольшей пользой? Под наибольшей пользой мы подразумеваем то, что максимально поможет нашему другу в ответе на его услугу. У нас было перечисление услуг – это проксения, защита, охрана собственности, ну и, очевидно, материальная помощь. То есть, если друг приносит, а хороший друг, подразумевается, должен сделать для вас все, о чем говорит Сократ. Если друг отдает вам все, что у него есть, чтобы помочь вам, вы в ответ должны отдать все, что у вас есть. Это и будет максимальная услуга. Но вы не можете отдать все, что у вас есть дважды. В смысле, вы не можете отдать все, что у вас есть двум друзьям. Неравнозначная. То есть, речь идет про то, что конечная ставка в этой игре – это жизнь? Что жизнь я два раза отдать за друга? Отдавать жизнь за друга – это очень плохо, потому что вы оказываете услугу с одной единственной целью – получить ее назад. Поэтому, если вы отдаете жизнь за друга, то у вас та же ситуация, что с отцом. И это снова разрушение дружбы. Это снова разрушение. Но речь идет о вашей собственности, о вашем владении, о том, чем вы владеете. Причем в простом эквиваленте. Мы, кажется, понимаем, почему хороший друг может быть только один. То есть, друзей, наверное, может быть много, но хороший… Хороший друг является со своими услугами при всякой нужде друга, при устройстве как частных дел, так и общественных. Нужно ли бывает сделать кому-нибудь доброе дело, он содействует. Страх ли какой тревожит, он помогает, то принимая участие в его расходах и работе, то действуя вместе с ними, уговорами или силой. Счастье доставляет ему большую радость. Несчастье очень помогает ему стать на ноги. Где человек отслужит руки тем, что работают, глаза тем, что заранее видит опасность, уши тем, что заранее слышит об опасности, ноги тем, что исполняет его намерения. Там везде благодетный друг оказывает не меньше услуг, чем они. Мало того, где иной сам для себя не делает, не видит, не слышит, не исполняет его намерения, там часто друг делает это место своего друга. Несмотря на это, некоторые стараются ухаживать за деревьями и за плодов, а в самом плодоносном предмете, который называется другом, огромное большинство людей заботится лениво кое-как. Но вместо предмета, конечно, в оригинале стоит владение, чтобы вообще все было всем понятно. И вы видите, что тут все время друг. В оригинале, на самом деле, сначала идет множественное число, а потом снова становится единичное. Множественное число – это намек на то, что у человека может быть больше, чем один друг. В отличие от брата, который может быть, как вы помните, только один. Вот друзей может быть больше, но хороший друг действительно может быть только один. Слышал я однажды еще другую беседу Сократа. И снова ксенофон вручается нам за правдивость этой беседы. Которая, как мне казалось, он побуждал слушателей испытать как велика стоимость в их глазах друзей. Он увидал, что один из его собеседников не заботился о друге, живущем подметом бедности. И смотрите внимательно, мы видим классический уже для нас прием. Когда Сократ видит проблемного человека, он не говорит с проблемным человеком. Он говорит с другим человеком при присутствии проблемного человека. Когда мы видели это в прошлый раз? С кем говорил Сократ? Нет. Он говорит с ксенофоном о Критии. В прошлый раз? Нет. При присутствии других. Это была частная беседа. Когда мы видели это в последний раз? Разговор с Аристипом. Помните, там был человек, который... Да, да, да. Итак, мы помним, что проблема специфика заключалась в том, что Аристип был невоздержан. Но это не был разговор с ним о его невоздержанности. А для Аристипа невоздержанность была профессиональной позицией, которую он выбрал. Поэтому Сократ не пытался переубедить Аристипа. Сократ пытался показать нам что-то другое. И мы видели, насколько серьезной была эта беседа. В данном конкретном случае эта беседа будет с другим учеником Сократа, который обоснует свою школу. Теперь эта беседа не с гедонистом, это беседа с киником или циником. Тогда в присутствии самого забывшего свой долг друга и многих других он обратился к антисфену. Смотрите, кто такой антисфен и чем он занимается? Чем характерен циник? Киник, давайте киник, еще не циник, киник. Как он выглядит? Что он перенял у Сократа? Да. Собственно антисфен у Сократа перенял именно его бедность, аскетичность. Если Сократ ходил в одном плаще, то этот ходил в одном рваном плаще. Если Сократ ходил босиком, то этот ходил в сандалиях, то этот ходил босиком и так далее и тому подобное. Мы задаемся вопросом, не является ли антисфен тем самым бедным другом, которому надо помочь? Если да, то это впервые нарушение принципа. То есть, хотя Сократ говорит не с тем, с кем проблема, а с соседним человеком о проблеме, этот соседний человек все-таки с этой проблемой связан. Антисфен и бедность это синонимы. Кинизм и бедность это синонимы. Ну что же, давайте посмотрим. Более того, я давайте забегу вперед. В отличие от разговора с Рестипом, в этом разговоре антисфен не выражает своих кинических позиций. Антисфен как раз пытался защитить одну из свойств гедонизма, аполитичность. А потом разговор пришел на более серьезный мотив, космическую справедливость, добродетель и порочность. Здесь же разговор крайне короткий. И антисфен ни в коем случае не является противником Сократа. Давайте посмотрим, что говорит Сократ. Антисфен, есть ли какие цены на друзей, как на слуг? И слуг, например, один стоит мины, а две другой полмины, третий пять мин, а иной и десять. Я напоминаю вам, что сам Сократ стоит одну мину. Об этом он говорит в апологии 38D. Здесь он не называет одной мины, зато он называет пять. Ровно столько стоит Эвены Спароса, софист, которого нанимает калий для своих детей. Это апология 20С. А Ники, сын Никирата, говорит, купил заведующего для серебряных родников за талант. Так вот, продолжал Сократ, меня интересует вопрос, есть ли цены на друзей, как на слуг? Итак, если друг – это собственность, то очевидно, что эта собственность может быть выложена в общем эквиваленте, в деньгах. Другого эквивалента не существует. Если у вас есть несколько друзей, вы легко можете понять, кто из них лучше, померив их стоимость в деньгах. Давайте посмотрим, к чему он видит. Да, принудив с девцом, отвечал Антисфен. Я, по крайней мере, больше хотел бы иного иметь другом, чем иметь две мины. Другого не взял бы и за полмины. Третьего предпочел бы даже десяти минам. А дружба четвертого купил бы ценой всех своих всяких сокровищ и трудов. Антисфен поставлен в тупик. Смотрите внимательно. Если Антисфен – это кинник, который гордится своей бедностью, а друзья – это деньги, в смысле, это собственность, эквивалентом которой служат деньги. Если у Антисфена есть друзья, бедный ли Антисфен? Значит, у настоящего кинника не может быть друзей, потому что друзья – это деньги. Но Антисфен не только не против этого. Антисфен поворачивает аргумент. Антисфен говорит, что не друзья – это деньги, а что друзья могут измеряться деньгами. Иными словами, Антисфен говорит нам, что он может выбрать бедность и друга, а не деньги. Я бы предпочел двум минам хорошего друга, а другого бы друга не предпочел и полмини. А есть и такого, которого бы я не предпочел даже десяти минам. То есть Антисфен как раз считает, что друзья и деньги – это несколько разные вещи. Потому что если друзья и деньги эквивалентны, то достаточно просто быть богатым, чтобы не нуждаться в друзьях. А если это так, отвечал Сократ? С другой стороны, вы помните, да, что часть общественной коллективной установки заключается как тогда, так и сейчас в том, чтобы быть богатым. И если друзья – это деньги, часть общественной установки должна заключаться в том, чтобы не иметь друзей. Немного по-другому. Чем беднее вы, тем больше друзей вы должны иметь. Чем вы богаче, тем меньше друзей у вас должно быть. А если это так, отвечал Сократ, то, пожалуй, хорошо было бы каждому испытать, насколько дорог он друзья. Сократ не забывает о своей цели. Решающий момент. Если друг – это деньги. В смысле, что друг равен деньгам. Это значит, что вы в любой момент должны иметь способность или иметь возможность конвертировать одно в другое. Иными словами, вы должны уметь делать что? Продавать друзей. И стараться быть как можно дороже, чтобы друзья не так легко ему изменяли. Я часто слышу от одного, что ему изменил друг. От другого, что человеку, которого он считал своим другом, показалось менее дороже его. И тому подобное. Да, и это укладывается в разговор Антисфена. Не всякий друг настолько дорог, чтобы не обменять его на деньги. Меня и интересует такой вопрос, как плохого слугу хозяин может желать продать. И дает за что попало. И так же бессоблазнительно и плохого друга продать. Тогда предоставляется возможность получить больше, чем он стоит. А хороших слуг, и вижу, я никогда не продаю. Так и хорошим друзьям не изменяю. Итак, чтобы получить преданность друга, нужно быть для него максимально полезным. Нужно быть максимально ценным. И таким образом, будучи максимально полезным и максимально ценным, вы снижаете шанс того, что друг вас продаст. На что намекает Сократ? На то, что слушающий, присутствующий здесь проблемный человек, который не заботится о своем друге, может легко быть продан этим самым другом. Мы задаемся вопросом, есть ли у Сократа те самые друзья, которые деньги? И был ли для Сократа Платон хорошим другом? В апологии Сократа у Платона Сократ говорит нам, что есть... Я не готов, я не хочу ничего платить. Но есть вот эти люди, и он перечисляет, если мне не изменяет память, 12 имен. Или 8, я не помню уже. Есть вот эти люди, он называет имена, среди них Платон, Критон, Критабул и прочие. Которые в семье кибетов, там, по-моему, тоже есть. Которые готовы заплатить за меня. И Сократ предлагает цену, и цена там, по-моему, 20 мин. Серьезная цена. Готов ли Сократ обменять друзей на деньги? Или есть такие друзья, которых он не готов обменять на деньги? Сократа не готова обменять на деньги. Конечно, но даже нищему нужны деньги, чтобы есть, экономить семью. Сократ – это нищий, который нищий не потому, что у него ничего не получается, а потому, что он ничего не делает. Иными словами, Сократ денег не зарабатывает. Но откуда-то они берутся. Мы предполагаем, что они берутся от друзей. Хороших друзей. Ну, все правильно. Он услугу, и они... А в чем заключается его услуга? Тут есть проблема, потому что, когда ты продаешь друзей, ты уже как бы не можешь пользоваться их другом. Нет, смотрите, вы же продаете друзей, потому что они плохие друзья. В смысле, дешевые. В смысле, не страшно. Найдете еще. Ну, потому что за них больше платят, чем... Ну, примерно столько, сколько они и стоят. Да, больше платить за плохого друга никто не будет. Сочешь продавать друзей. Смотрите, Сократ ведет к логике. Очень простой. Если толпа считает, что друзья – это собственность. А об этом именно и говорится. Потому что ценность – это только собственность. Выражается эта собственность, естественно, в конечном итоге в общем эквиваленте. То есть в деньгах. Это значит, что, по идее, вы можете конвертировать друга в деньги. Заходите в обменник. Там, знаете, обычно висят, да? Столько-то друзей, столько-то денег. Каким образом вы можете конвертировать друга в деньги? Это очень просто. Вы можете попросить у него денег и не вернуть. И он перестанет быть вашим другом за деньги. Самый простой. Можете придать его за деньги. Но вы больше опорно придадут, что придадут хорошего друга. Он больше вам даст. И вы его придав, оставите себе больше денег. Хорошее замечание. Я-то как раз думал, смотрите, ваша логика не будет работать в другом случае. Если вы продаете одного друга другому человеку. В смысле другой человек не даст за плохого друга много денег. А за хорошего даст столько, что вы подумаете. Лучше оставить друга, чем взять деньги. Типа продать магазин и получить сразу или по чуть-чуть получать и потом плюс выйти. Тоже хороший вариант. Да. Можно набрать много плохих, просто их распродавать. Да, но это не выйдет за много. Кроме того, вы должны подумать о решающем моменте. Когда вы продаете своего друга, становитесь ли вы плохим другом? Если да, то вы получаете репутацию плохого друга и завести друзей станет уже гораздо сложнее. Ну, репутационный вопрос здесь вообще нет. Не-не-не. Речь именно о деньгах. Если вы считаете... Если речь только о деньгах, то вы считаете только деньги. Нет, смотрите. Если речь именно о деньгах, то вы думаете следующее. Я продаю этого друга, покупаю следующего, продаю его, ну, нахожу следующего... Но если вы продаете друзей, у вас плохая репутация, вам становится тяжело найти новых. Нет. Нет, это не такая большая проблема. если вы если вы подаете хорошего друга для вас еще может быть проблемы еще одного хорошего друга хорошее идея для стартапа нет вы не обязательно не обязательно но смотрите вы же можете передать его не в смысле сделать его другом а в смысле вы можете продать его врагу враг заплатит вам за за то, что вы предадите друга. Вы предали плохого человека. Смотрите, в чем проблема. Плохого друга явно нельзя продать за дорого. Чем лучше друг, тем больше от него можно продать. Конечно. То есть, чем лучше друг, тем больше он стоит. Но беда в том, что если друг плох, значит, он вам уже в убыток. Если друг – это деньги, значит, плохой друг – это убыток. Нет, смотрите, есть плохие вещи, но они тоже что-то стоят. То есть, плохой друг – это просто дешевый друг, недорогой. А что если делается? Друг плох как друг, но при этом он хорош как в чем-то специалист. Если продаешь его, ты продаешь плохого друга, но за хорошие деньги. Плохой друг за хорошие деньги. Интересно. Интересно, да. То, что мы говорили про казаться, интересно, выгодно ли казаться хорошим другом? А во-вторых, но если мы смотрим на друга, ну, не сканно с какой-то точки зрения, что человек сам бедоценен, то раз у вас есть хороший друг, вы думаете, сколько же он стоит, то вы всегда как бы гипотетически предполагаете, что вы будете его продавать. Вы можете обладать домом родительским, который вы никогда не собираетесь продавать, но который, тем не менее, имеет ценность. А что касается вашего замечания о хороших друзьях, то иметь хорошего друга выгодно, потому что вы тоже предстаёте хорошим другом. А значит, у вас может быть ещё один хороший друг. Ну вот. А значит, больше – больше собственности. Больше друзей – больше собственности. Больше хороших друзей… Если вы будете казаться плохим, то дружба рассыпется, потому что быть хорошим другом – это возвращать услуги, которые вам оказаны в том же… Я хотела уточнить относительно того, чтобы возвращать услуг… Слушайте, это ещё одна тема, которая вас задела, да? Нет, относительно возвращения услуг. Мы имеем в виду процентное соотношение или количественное? Я поясню, что я имею в виду. Сократ не может дать многого. Но он может иметь богатого друга. Но Сократ отдаст ему всё, а богатый друг ему отдаст… Нет, нет, нет. Это будет равноценно отмен с точки зрения количества, но не с точки зрения процентного соотношения. А, я думал, вы спрашиваете про количество-качество. Именно поэтому Сократ никогда ничего не отдаёт. Это условный пример. Нет, конечно, один к одному. Один к одному. Не в процентном соотношении, а в исчислимом. Тогда Сократ вообще мог быть хорошим. Вот! Точно так же, как Сократ мог соблазнять красивых мальчиков, будучи старым уродом. Без разума. Убеждая их, что величайшая ценность – это та, которую он обладает, а именно разум и рациональность, и философия, конечно. То есть вы ему деньги, и он вам урок. Да. А если ты, не знаю, император, ты можешь иметь несколько хороших друзей? Очевидно, что, кроме как другого императора, у вас не может быть хорошего друга. Потому что друзья смогут оказывать вам только мелкие услуги, и вы поэтому должны будете отвечать им только мелкими услугами. Но они будут делать максимально, что они могут. Да, но это все равно будет ничтожно по сравнению с тем, чем вы... То есть вашим другом может быть только другой император. Но ты тоже же делаешь для него что-то мелкое. Потому что у тебя и так этого много, а ему достаточно. Да, именно поэтому он не может быть вам хорошим другом, а вы ему вполне. Хорошо, давайте постараемся закончить. А мы закончили с этой главой. Отлично. Мы двигаемся к следующей главе. Эта глава, на мой взгляд, одна из самых интересных в этой книге. Она во многом центральная. И эта глава посвящена не просто дружбе, а дружбе как заговору. Сейчас Сократ и Критабул будут говорить о дружбе между Калакагатией, между представителями Калакагатией. Вы знаете, что имеет в виду Критабул под Калакагатией. Кто такой Калас Кагатас? Но вы также знаете, что Сократ имеет в виду совершенно другое. Поэтому, когда Сократ будет предлагать Критабулу заговор Калакагатией, мы-то понимаем о заговоре Кабо на самом деле идет речь. Хорошо. Казалось мне, что Сократ давал умные советы также при решении вопроса, каких людей должны выбирать друзья. Но умные – это плохо. Там в оригинале стоит фроносис. Ну, вернее, дериватив от фроносиса. Поэтому даже не знаю, как правильно сказать. Давайте разумные, чтобы не было умные. Такова ниже следующая его беседа. Ну, во-первых, ксенофонд не говорит такова. Он все время говорит «примерно такова». В главах 4 и 5 он говорил, что он ручается за аутентичность, за подлинность разговоров. Здесь он, наоборот, говорит нам «я не ручаюсь, она только примерно такова». Мы знаем, что означает, когда ксенофонд ручается, что подлинность разговора стопроцентная. Поэтому мы должны думать, что чем дальше мы уходим от этого ручения, тем ближе мы приходим к настоящим разговорам. Скажи мне, Критобо, если бы нам понадобился хороший друг, как стали бы мы решать этот вопрос? Не правда ли, прежде всего, надо искать такого человека, который не поддается чревоугодию, пьянству, солдострастию, сомливости или нет? Я напоминаю вам, что этот список воздержанности – это ровно тот список воздержанности, который Сократ приводит в конце первой книги, когда речь идет о стратеге. Стратег и друг должны обладать одинаковыми качествами воздержанности. Мы помним, что воздержанность гораздо шире, чем эта. Почему-то стратег и друг должны обладать абсолютно одинаковыми качествами. Далее замечание. Когда мы в прошлый раз видели Критобула, рядом с ним был ксенофонд. Когда мы в прошлых главах обсуждали низшие формы дружбы, рядом с ними всегда был ксенофонд. Я слышал, я слышал. Сейчас, когда обсуждается более высокая форма дружбы, но Критобул присутствует, почему-то ксенофонд не говорит вам, что присутствует и он. Ведь человек, одержимый этими страстями, не мог бы ни сам для себя, ни для друга делать, что нужно. Если вы хотите, вы можете открыть экономику 1.18.23, чтобы увидеть, почему человек, одержимый страстями, не может делать то, что нужно. Потому что он раб этих страстей, о чем мы уже говорили. И, соответственно, он следует за ними, а не следует за тем, что нужно делать. Конечно, клянусь Зевсом, отвечал Критобул. Ну, естественно, Критобул клянется Зевсом. Вы знаете, что Критобул это сын Критона, сын ржеточного крестьянина. И вы знаете его примерное место в иерархии Сократа. В иерархии товарищей или знакомых Сократа. Значит, по-твоему, надо держаться подальше от того, кто подвержен этим слабостям? Конечно, отвечал он. Ну, если это мод. Спасибо дореволюционному переводу. Вы знаете, кто такой мод, не надо пояснять. Хорошо. Слава Богу. Вам надо пояснить, да? Да. Мод это транжира. Тот, кто разбрасывается деньгами. Почему-то денег нет, и разбрасывание деньгами нет в упоминании списка воздержанности. Деньги никак не относятся к воздержанности, потому что деньги не имеют никакого отношения к телесным удовольствиям, с которыми связана воздержанность. Но теперь добавляется еще и это. Ну, а если это мод, сказал Сократ, которому не хватает своих средств, которые вечно нуждаются в помощи окружающих, если получит ее, не может вернуть долга. А если не получит, ненавидит вот не дающего. Как, по-твоему, этот друг отяготелый? Отяготительный? Отяготительный, да. Конечно, отвечал при того. Иными словами, друг, который не возвращает, а только просит у вас денег, это не собственность, это убыток. Естественно, это плохой друг. Значит, и от него надо держаться подальше. Конечно, подальше, отвечал Критабло. Да, заметьте, что расстранжирование денег – это единственное качество, не связанное с невоздержанностью, а связанное именно с неумеренностью, которое указывает Сократ. Мы теперь понимаем почему. Потому что, если, друзья, это деньги, то, естественно, денежный вопрос в друге – это серьезнейший вопрос сразу после его невоздержанности. А если это человек, умеющий копить? Ну, жадный доденец, с которым поэтому трудно иметь дело, который брать любит, а отдавать не хочет. Как быть, если это человек, который не неумерен в своем расторженивании денег, а неумерен в их накоплении? По-моему, отвечал Критабло еще хуже, чем его предшественник. Мы понимаем автоматически, что Критабло не очень далекий человек. Потому что понятно, что из двух мод и жадина, или мод и скупердяй, конечно же, лучше скупердяй. Потому что скупердяй обладает умеренностью. Чтобы неумеренно накапливать деньги, нужно быть максимально умеренным в их трате. В то время как для того, чтобы просто тратить деньги, никакой умеренности не нужно. А если кто из-за страсти к накоплению денег, ни на что не находит времени. Кроме как на то, откуда может поживиться. По-моему, и от этого надо держаться подальше. Ведь он будет бесполезен для товарища. Заметьте, что вообще-то Критабло уже согласился, что человек, накапливающий деньги, это плохой друг. Но Сократ добавляет еще одну квалификацию, с которой Критабло опять-таки соглашается. В чем разница между жмотом и капиталистом? В смысле, тем, кто все время ищет прибыли. Ну, жмот просто не тратит своих денег, а капиталист старается всего излечь прибыли. Это понятно, но меня интересует разница между ними, указанная нам Сократом. Разница между ними простая. Жмот не тратит денег, но он и не зарабатывает их. В смысле, у него куча свободного времени. У капиталиста нет свободного времени. У человека, у которого нет свободного времени, который все время чем-то занят, нет времени для друга, нет возможности помочь другу. Поэтому быть жмотом и быть человеком, зарабатывающим деньги, это две разные проблемы, а не одна и та же. А если кто-то сколочник, желающий доставлять друзьям массу врагов. Клинуть с девцом надо бежать и от этого. А если кто-то не будет иметь ни одного из этих недостатков, но оказывать ему добро соизволяет, а сам нисколько не думает платить добром. Бесполезен будет и этот. Естественно. Польза – это решающий момент. Заметьте, что тут уже нет разговора о неблагодарности и несправедливости. Есть разговор только об одном – о бесполезности. Однако, Сократ, какого же человека попробуем мы выбрать друзья? Думаю, такого, который противоположен к предыдущим, воздержан в чувственных удовольствиях. И вместе с тем, демовид покладится и стремится не отстать от людей. Тут, на самом деле, есть прямо в случае с демовид, есть три варианта того, что означает это слово в оригинале. И прямо непонятно, какое выбрать. Демовид может быть в оригинале гостеприимен, лоялен или верен слову. И непонятно, на что именно Сократ намекает. Но простите. Ну, там же у них же была связь узами гостеприимства. Нет, это не это. Это вот вообще не это. Да. То есть, тут есть гостеприимство, но есть гораздо… То есть, это не ксения, а не просто ксения. Есть еще и лояльность и верность к слову. Давайте еще разочек. Думаю, такой. Думаю, такого, который противоположен к предыдущим, воздержан в чувственных удовольствиях. И вместе с тем, демовид покладится и стремится не отстать от людей, делающих ему добро. Сократ суммирует для нас человека как потенциального друга. Это воздержанность плюс новые четыре качества. В отплате им добром таким и таким образом приносит пользу товарищу. Да. Но решающий, что все эти пять качеств – воздержанность плюс указанные четыре – это качества, служащие основой для того, чтобы делать пользу другим. Мы все еще думаем, что дружба связана с пользой и благодарностью от пользы. Так как же нам это испытать, Сократ до сближения с ним? При суждении о скульпторах, отвечал Сократ, мы не основываемся на словах их, а когда видим, что скульптор делал прежде статуи прекрасным, то верим, что он и впоследствии будет их делать хорошо. Мы снова возвращаемся к аргументу Сократа из Апологии, согласно которому толпа судит не по словам, а по делам. Мы понимаем, что Сократ намекает на политических друзей и Критабул сдвигается к политическим друзьям, естественно, соответственно. Таким образом, единственный способ проверить политического друга – это его действия. Ты хочешь сказать, стало быть, заметил Критабул, кто прежним друзьям делал добро, тот, очевидно, и в последующем будет его делать. Это вот как раз та репутация, которую мы с вами обсуждали до этого. Да, отвечал Сократ, когда я вижу, что человек умел обращаться с прежде бывшими у него лошадьми, я думаю, что он сумеет обращаться и с другими. А теперь почувствуйте разницу между уметь обращаться с лошадьми и уметь приносить пользу. В чем заключается обращение с лошадьми? В извлечении. Конечно, обращение с лошадьми заключается в извлечении пользы. Но хороший друг – это тот, кто приносит пользу. Иными словами, мы видим проблему дружбы, и она заключается ровно в том же, в чем заключалось до этого с точки зрения собственности. Быть хорошим другом – это одновременно и уметь делать хороших друзей или добиваться хороших друзей. Быть хорошим другом – значит приносить пользу с целью извлечь пользу. Дружба зависит от того же самого принципа космической справедливости, от которого зависит и все остальное, что мы с вами до этого обсуждали. Дружба невозможна, если мы знаем, что из нашего благодеяния не может быть извлечена никакая польза. Почему все резко забыли про педрасти? То есть деньги, блага… Нет, смотрите, смотрите, решающий момент. Я уже указывал вам на это и готов указать еще раз. Это не тот тип людей, это не тот класс людей, который заинтересован. Да, это слишком низкие люди. Максимум, в чем они могут быть заинтересованы – это проституция. О чем Сократ… Усокие люди педрастили. Угу. Да, да, да. Кто так умел? Дружба и вечер. Давайте против этого скажем. Ведь был разговор с Критабулом о любви к юношам. Но это ведь не разговор о друзьях. Почему вы ожидаете увидеть разговоры о друзьях педрастиевых? Я не знаю, у меня логика такая разговаривает. Ну, логично, друг же, это же друг. Значит, ты его дар сам. Я обычно знал, как… Нет, 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 нет. Я мереция. Здесь… Подруга, да? Дружба и педрастия все-таки в рост идут, да? Хорошо. С молодыми мальчиками не дружат, да? Дружат славными. Хорошо. Ну, хорошо, сказал Критабул. А как нам делать другом того, кого мы сочтем достойным дружбы? Итак, встает вопрос – как же сделать другом? Нам кажется, что все абсолютно понятно. Вы делаете ему одолжение, делаете ему благодеяние, и он делает их в ответ. Вот и все. Прежде всего, отвечал Сократ, надо узнать волю боговства. Советуют ли они сделать его другим? Да. И смотрите, естественно, это противоречит тому, что Сократ говорил нам о молитвах. А что же дальше, спросил Критабул? И Критабул как бы, ну окей, а дальше то самое интересное, что… Если и мы нашли его… И мы нашли это нужно. И если мы нашли это нужно, мне боги не против. Заметьте, как интересно Сократ интерпретирует. Если боги не против, то они за. В смысле, если бог вам не ответил, то он не против, в смысле за. Можешь ли ты сказать, как его ловить? Клянусь девцам, отвечал Сократ, нельзя ловить его быстротой ног, как зайца, обманом как птиц и силой как кабанов. Понимать друга против его воли – дело нелегкое. Трудно также держать его в оковах, как раба. Потому что, кому применяется эта мера, то становится скорее врагом, чем другом. Друзьями как же становятся люди, спросил Критабул. И Критабул не знает, как становятся друзьями люди. Сколько лет Критабулу, что он не знает этого? Молодцы. Видите, проблема в том, что ксенофон практически никогда не указывает нам на время этой беседы. Мы не понимаем, на каком участке жизни расположен Сократ и, соответственно, в какой момент его жизни это всё происходит. Нам бы было гораздо легче. Но ксенофонд, очевидно, считает, что это абсолютно неважно. Что Сократ на любом участке жизни – это тот самый Сократ. Говорят, есть какие-то волшебные напевы, посредством которых он такие-то делается своими друзьями. Заметьте, это говорит Сократ, и Сократ не говорит – есть какие-то волшебные напевы. Он говорит – говорят – есть какие-то волшебные напевы. А кого захотят, говорят, есть такие же любовные зелья, посредством которых на такие этого приобретают любовь, кого хотят. Так откуда мы можем узнать, это спросил Гритабум. То сирены пели Одиссею, ты слышал это для мэра. Начало этого напела приблизительно такое. К нам Одиссеи многохвальной, великой слова афейцев. Я напоминаю вам, что у нас уже была цитата из Одиссеи. И это была цитата обвинителя, который говорил, что Сократ цитирует Одиссею для того, чтобы показать, что к разным людям нужно обращаться по-разному. И Ксенофонд не отвергал этой идеи. А всем людям Сократ сирены пели этот напев и удерживали их. Так что очарованные им не уходили от них. Смотрите, и Гритабул сомневается. Помните, в чем проблема с сиренами? Сирены поют всем. Нет смысла привлекать всех, если мы хотим привлечь хорошего друга. Но Сократ ему отвечает. Нет, они пели так, только тем, кто свою славу видел храбрость. Да. Пение сирен мог слышать только тот, кто жаждал добродетели. В смысле, жаждал большего. Ты хочешь сказать, что каждому надо петь какие-нибудь такие напевы, чтобы он, слушая их, не счел их насмешкой со стороны хвалящего. И Гритабул понимает, лезть – это твой ответ, Сократ. То есть мы должны найти тщеславного человека и на этом тщеславии играть. Да, он навлечет на себя скорее вражду и будет отваживать от себя людей. Если, например, похвалу человеку, знающему, что он мал, безобразен ислам, будет говорить, что он красив, высок и силен. И ключевое слово в этом предложении – знающему. Сократ говорит, лезть работает, если перед вами человек, не обладающий знанием, если перед вами человек более низкого порядка. И она не работает, если перед вами человек более высокого порядка. А другие какие-нибудь напевы ты знаешь? И Гритабула, естественно, интересуют люди более высокого порядка. Нет, ну слышал, что Перикл… И вот впервые мы упоминаем Перикла, и в этом же первом упоминании ксенофон, естественно, как и всякий классический политический философ, выражает своё презрение к Периклу. Нет, ну слышал, что Перикл много их знал, и что, напевая их согражданам, внушал им любовь к себе. Пример Перикла – это пример отношения к знающему или отношения к более низкому? К более низкому, да. Перикл напевает народу. А Фемистокл, как внушился гражданам, любовь к себе. И следующий вопрос. Перикл не подходит, потому что, несмотря на то, что Перикл – великий человек, он занимается чем-то недостойным. Второй великий человек в истории – Фемистокл. Что же Фемистокл? Вину с Зевсом Фемистокл для этого употреблял… Заметьте, как Сократ клянётся Зевсом. Не напевал, а осыпал Отечество счастье. В отличие от Перикла, Фемистокл не обещал, Фемистокл делал. И в этом смысле Фемистокл лучше Перикла, Фемистокл не напевает. Что это говорит нам о напевах? По крайней мере, о напевах по отношению к тем, кто стоит ниже вас. Заметьте, как они потихоньку переходят на политическую тему. По-видимому, ты хочешь сказать, Сократ, что если мы вздумаем приобрести дружбу какого-нибудь хорошего человека, нам самим необходимо стать хорошими людьми и на словах, и на деле. Да! Клитабол понимает не слово, а слово и дело. То есть, любовный напев как бы должен заключаться в слове и деле. И, конечно же, это отсылка, которую Псенофон нам оставляет. Потому что, когда вместе идут словосочетания Перикл и Слово и Дело, мы тут же вспоминаем, что впервые эту формулу, а сейчас я вам ее зачитаю, это Фукидит 139.4. Перикл сын Ксантипа, в то время первый человек в Афинах, самый могучий и словом, и делом. И ее, естественно, повторяет другой сторонник Перикла, Протагор, в Протагоре 318.Е. Благодаря ей, Протагор говорит о своей науке, можно стать сильнее в поступках и речах. Касающихся государства. В греческом, в оригинале, это одна и та же формула. Слово и дело. И Перикл. А ты думал, сказал Сакрас, что можно быть дурным человеком и приобрести хороших друзей? Тот, кто плох словом и делом, тот и есть дурной человек. Так ли это? Какую третью из триады мы забываем? Высок. Для Критабула, как для представителя большинства, тот, кто плох словом и делом, и есть плохой. Для нас с вами, как не представителей большинства, тот, кто плох словом и делом, не есть плохой. Какой пример мы можем привести, чтобы вернуться обратно к небольшой нашей теме, которую мы уже затрагивали? Алкивиат плох и словом, и делом. В смысле, он ничего так и не сделал. Он сделал много-много-много чего, но ничего хорошего. На что намекает нам Сократ? На то, что ценность человека не лежит вне человека. В то время, как слова и действия человека находятся вне человека. Поэтому невозможно мерить подлинную ценность, опираясь на дела и слова. Иными словами, политика, как опирающаяся в целом на дела, а потом на слова, абсолютно не понимает, что она делает и абсолютно не способна оценить ценность человека. В то время, как философия, не опирающаяся на дела, меньше опирающаяся на слова и опирающаяся на мысли, должна быть способна определить ценность человека на все 100%. Итак, мы поняли, что Критабул не принадлежит к числу людей, которые действительно могут что-то из себя представлять. Но все-таки Сократ должен научить его чему-то и заодно нас, а именно как приобретать хороших друзей и в чем заключается эта самая хорошая дружба. Об этом мы и постараемся поговорить в следующий раз. Есть ли какие-нибудь вопросы? Да, я слушаю вас. Здесь было сказано, что, чтобы узнать, хороший или плохой, должен спросить богов. А если вдруг оказывает мне услугу, значит, он проявляет мне свою дружелю, значит, хочет со мной дружить. Я спрашиваю богов, боги говорят, нет он плохой какими-то указаниями, и, следовательно, я уже оправданно могу... Да, 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 да. Но первая услуга, во-первых, как правило, небольшая, это такая проверочная услуга. Вот. А во-вторых, ну, это же не проблема, вы действительно можете сказать... Вспомните, как Сократ отваживает от себя Аристипа каждый раз. Демон не велит мне с тобой разговаривать. Точно так же, как он отваживает... Я все время забываю, это же не Хармит, есть еще один диалог. Я не помню. Мальчик, который хочет стать тираном, и Сократ сначала ему говорит, отстань, я не обладаю наукой, а когда мальчик ему доказывает, что обладает, Сократ говорит, демон не велит, отойди. Но если вы прочтете Ксенофонта более внимательно, вы увидите, что Ксенофонт любое серьезное дело предлагает начинать с молитвы.